Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, сейчас словлю кучу хейтеров, вот. Но такая вещь, которую я, наверное, буду несколько новатором, и многие меня поругают, и опять же возвращаюсь к теме о своем видении, да. Ну, я же какие-то вещи изучаю, да, что-то выбираю из DSM, что-то из русской квалификации, что-то просто, и читаешь какие-то статьи, да, и что-то для себя подчеркиваешь, чем вот ты согласен, исходя из клинического какого-то, ну, или просто там своего опыта, вот. В плане вот психологии, понимания психологии, психиатрии. И смотрите как. То есть вы, конечно, особенно на ютубе, вы очень любите разделять на мужчин и женщин очень ярко, вообще, ну, не просто типологию личности человека, но вот просто вот, да, прислушайтесь в жизни, как часто вы говорите, все мужики козлы, там, к примеру, может быть, даже в шутку, или там приписываете, что, не знаю, из разряда девочки в платьицах, мальчики в штанишках, да, все вот эти вещи, но когда мы начинаем изучать либо какие-то, ну, то есть, вопиющие, да, вызывающие случаи, когда там мальчики в платьицах, а девочки в штанишках и так далее, и мы видим, что социум развивается, и опять же, там, в тему социологии уже какой-то банальной, и что все более стирается, да, гендерный признак, и, возможно, раз он может стираться, и мы можем наблюдать, что, наблюдать, что мужчина может, если он воспитывается, да, так скажем, в духе эпилептоидности, такой классическое, как воин, допустим, да, как классический такой мужской архетип, в нем воспитывается, ну, даже слабый шизоид, который, если он уж выжил среди этих эпилептоидов, он все равно эти черты примет на себя частично, но он будет более волевым, более сильным и так далее. Если женщина будет воспитываться по мужскому архетипу, она тоже будет принимать на себя эти вещи. И, конечно, если по такому архетипу воспитываются тревожные люди, то, как правило, они не выдерживают нисколько такого воспитания, ломается психика, и, конечно же, такие, так скажем, эпилептоидные меры воспитания плохо работают на наших тревожных, они, как правило, ломаются, ломаются и истерики, ломаются очень сильно люди с нарциссическим расстройством личности, потому что если это воспитание, где применяются физические наказания, где четкие правила, или, может быть, есть даже, да, как, допустим, двойные какие-то стандарты, когда есть, там, к примеру, в детдоме есть, значит, воспитатели, которые могут быть достаточно строгими, и, соответственно, есть какая-то там условно банда, шайка, да, деток, которые, значит, навязывают свои правила, свое поведение, и нужно, значит, и с теми, и с другими как-то подружиться, как-то в серединке находиться, да, иначе, в общем-то, вас зажмут, вы там просто не выживете, и есть там случаи детских суицидов, особенно в 90-х это была вообще не редкость, да, детские суициды и насиловали, и сексуального характера, насилие в 80-е и 90-е дети детдомов подвергались, да, если не могли за себя постоять. Вот вам, пожалуйста, то есть формирование такого, ну, так скажем, агрессивных черт, социопатических, пожалуйста, черт формирования вам в такой среде, то есть, с одной стороны, кто-то в норме, кто-то даже из жестких вот таких рамок вынесет какой-то урок, а кто-то превратится, у кого были склонности, в полного социопата, если этому будут предшествовать, да, такие, такая атмосфера, и мы видим наоборот, что мамы, точнее, парни, выросшие с мамами, к примеру, в детдоме девочка росла, там было много мальчиков, как-то агрессивно, что-то она выросла даже такой социопаткой, да, может кого-то ножом затыкать, может кого-то бускнуть там, да, вот, а, соответственно, мальчик, он там рос с мамой все время, там на улицу не ходил, не гулял, там, еще что-то, и вот он там, ему нравится надевать там платьюшки, как-то себя по-женски вести и так далее, и где здесь гендер, он стирается, здесь абсолютно непонятно, понимаете, то есть гендер, он в голове у нас, поймите, гендер в голове. Поэтому, когда мне говорят о том, что мальчик, девочка там, что-то вот, все женщины-шлюхи хотят от мужчин только бабок, все мужики-козлы хотят от женщин только секса, или еще что-то, и не все, ребят, вообще не все. Если мы посмотрим объемно на эту жизнь, мы увидим мужчины мотивов добрейших, которые хотят от женщин отношений, и множество таких знал, но просто где вы встретите мужчины и мотива, если вы не умеете, не знаете, как его находить и где его находить, а потом они же фактически в брак очень часто и мотивы вступают очень в ранние браки, они уже заняты, он не будет изменять, его нигде не слышно, не видно просто. Вы его просто, если вы не будете его вычленять специально, вы его просто никогда не найдете. А нарцисса, конечно, на виду он себя демонстрирует, истерика, он, конечно, на виду себя демонстрирует, да, никуда не прячется. Там эпилептоид, сексуально активен, он уж если себя там как-то не умеет в соцсетях там демонстрировать и прочее, то он уж не постесняется к вам подойти, как-то начать заигрывать и так далее, да. Вот, поэтому в чем смысл? Не нужно акцентироваться на гендере, нужно акцентироваться на типе личности, дорогие друзья. Я думаю, что сейчас все-таки такой немножко, как вот ждем нового ДСМ, и выйдет такой застой, может быть, преодолеет психиатрия, психология, и выйдут эти правки, еще меньше будет вообще разговоров, ну, вообще американцы, посмотрите, как сильно шагнули в этом плане разговоры о гендере, да. Да, там и гормонами различаются мужчины, женщины, но мы все эти поправки на ветер можем делать. Но самое главное, что все равно основной костяк типологии личности, он совершенно никак не привязывается, любая мотивация совершенно никак не привязывается к гендеру, потому что, может быть, женщина воспитываться с мужскими качествами, приобрести мужские качества, и мы это наблюдаем, и это есть факт. Вы никуда от этого не уйдете. Загуглите ей женщину-кузнец, к примеру, да. Вот, поэтому я вам желаю не мыслить стереотипно и не использовать в определении типа личности ни в коем случае гендер. Это большая ошибка. С вами был Кравцов Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я вас жду в своем инстаграме, дорогие друзья. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!